Время пустых обещаний. На следующей неделе начинается агитационная кампания кандидатов в депутаты Омского городского совета. Партия власти уже начала мозолить глаза омичам своими баннерами по всему городу. С экранов государственных каналов они расхваливают самих себя. Однако, почему не стоит верить словам единороссов, расскажем в нашем материале. Меньше месяца остается до выборов Омский городской совет. А значит самое время обратить внимание на то, что омичам будут обещать кандидаты в депутаты. По традиции впереди планеты всей партия Единая Россия, которую еще до официального старта агитационной кампании завешала весь город баннерами со своей символикой. У многих горожан такая навязчивость вызывает только отторжение, впрочем, как и их пустые обещания. Я надеюсь, что через 4 года, когда мы увидимся, ваш прекрасный город станет краше, комфортабельнее. Метро наконец появится. Мы только что разговаривали с губернатором. Да-да, понимаю. Придется давать, куда деваться. Вы наверняка вспомнили этот приезд в Омск Дмитрия Медведева. 2012 год, день города. Он обещал метро к 300-летию. Но юбилей был в прошлом году, а метро нет и не предвидится. Напомню, что Медведев председатель партии Единая Россия и стал им как раз 5 лет назад. Единая Россия действительно стала восприниматься как живая структура, чувствительная к ожиданиям людей, к вызовам времени. То есть начал свою работу с пустого обещания. Партия Единая Россия появилась 1 декабря 2001 года, а в 2002 году перед выборами в Государственную Думу был опубликован их манифест. Примечательно то, что там упоминался как раз 2017 год. В нем говорилось, что через 15 лет Россия будет ведущей мировой державой. Мы займем достойное место в мировой экономике и политике. А вот еще некоторые пункты из программы. В 2004 году каждый житель России будет платить за тепло и электроэнергию в два раза меньше, чем сейчас. В 2005 году каждый гражданин России будет получать свою долю от использования природных богатств. В 2006 году у каждого будет работа по профессии. В 2008 году каждая семья будет иметь собственное благоустроенное жилье, достойное третьего тысячелетия, вне зависимости от уровня сегодняшнего дохода. Правда, сами единороссы потом неоднократно от этого манифеста открещивались. Якобы это был лишь проект, который официально так и не приняли. Как бы там ни было, это действительно осталось только на бумаге. Затем выборов было еще очень много, так же как и обещаний, пусть и менее ярких. И вот на дворе 2017 год. Все готовятся к новым выборам. В Омске в городской совет. Весь город увешан баннерами от партии и власти. Удивляет прежде всего слоган «Единой России» – городу нужны перемены. С этим сложно не согласиться, но вот в чем парадокс. У власти сейчас «Единая Россия». Все, что происходит в городе – это дело их рук. Получается, они сами у себя просят перемен. А что же им мешало это делать раньше? Все эти годы была «Единой Россия» власть. И они могли решать любые вопросы. И в законодательном собрании, и в городском совете, и в Государственной думе большинства «Единой России». То есть полные вертикали. И начиная от мэра города Омска, губернатора и президента – это все были представители «Единой России». И те проблемы, которые на сегодня есть, а главная проблема – это наполнение бюджета города Омска, когда с рубля нам достается 4,5 копейки, и за эти годы не решились, а только усугубило ситуацию. Поэтому верить этой команде, которая все эти годы у власти, и сейчас, говорит, нужны перемены, она должна эти перемены делать было и давно, и не говорить об этом. И вот какую интересную статистику приводят «Единороссы». Они заявляют, что отремонтировали 300 тысяч квадратных метров дорог и направили на эти цели миллиард рублей. Но постойте, эти деньги бюджетные, тогда при чем тут «Единая Россия»? Никто из них не давал из собственного кармана. Они просто взяли из бюджета деньги и направили на дороги. При том, что именно «Единороссы» и довели город до такого состояния. Не они выделили. Эти деньги достали из карманов омичей. Это деньги омичей, которые забрали через налоги, а потом через бюджет маленькую часть вернули. Мы уже сто раз повторяли, что город, допустим, только промышленные налоги от промышленности идут порядка до 140 миллиардов, а город оставляет 8 миллиардов. Чего они выделили? Они грабят город и выдают маленькие крохи на эти вещи, на обустройство дворов, на ремонт нескольких километров покрытия, асфальтобетонного покрытия. Это тоже лицемерие. Это ложь. Получается, все направлено на тех людей, кто в этом не разбирается. И если они останутся в большинстве в городском совете, то перемен точно не будет. Они им просто не нужны. У них и так все прекрасно. Но в городе еще сохранились активы, которые можно продать или купить. Например, Омск Электро. Это предприятие пытались отдать на приватизацию много раз, но в том числе благодаря коммунистам удалось отстоять. Удивляет тот факт, что партийный список возглавил руководитель МЧС по Омской области Владимир Корбут. Стало известно, что руководитель МЧС России Владимир Пучков не стал продлевать с ним контракт. Получается, политика для Корбута будет запасным аэродромом. А потому его лицо сейчас на каждом шагу. Он уважаемый человек, профессионал своего дела, но он не политик и не экономист. И понятия не имеет, как происходит управление городским хозяйством. О чем тогда это говорит? То, что у них нет людей, политиков, которые бы занимались, партийных функционеров, авторитетных, они себя съели. И теперь кинулись к людям в форме, к людям, которые занимаются достаточно благородным делом, спасением, помощью и так далее. Это пиар-код. Назначение символическое, потому что структура, которая занимается разрухой, спасением из-под разрухи, по сути дела это призрание того, что наш город находится в руинах. И здесь, на этих руинах, по этим руинам будут бегать единороссы во главе с генералом МЧС. Обратимся к тому, что за последние пять лет приняла Единая Россия в городском совете. Напомню, что в городской думе их было большинство. И вот запомнились единороссы в основном тем, что принимали антинародные законы. Больше десяти раз Единая Россия поднимала тарифы на проезд в общественном транспорте, на отопление, на обслуживание и содержание жилья и на другие муниципальные услуги. Шесть раз поддержала программу приватизации. В этом году на 31 объект наложили лапу. И в предыдущие годы было то же самое. Сократили общественный муниципальный транспорт, распродали культурного значения объекты. И переходя эти объекты в частные руки, дают прибыль новоявленным олигархам от Единой России и тому подобным. И бюджет города Омска на миллиард в этом году меньше, чем в прошлом году. А доходы олигархов, в том числе депутатов от Единой России, только увеличиваются. В том числе за этот предыдущий год. Напомню, что исполняющий обязанности мэра сейчас Сергей Фролов. Назначен он на пост не случайно. Казалось бы, почему бы не дать доработать Вячеславу Двораковскому до назначения нового мэра, что изменится за ближайшие несколько месяцев. А то, что Фролов намного выгоднее партии власти. Он уже засучив рукава, начал помогать единороссам на выборах. Ктосы, старшие по домам, бюджетники заряжены на агитацию за партию власти. Хотя правильно было бы сказать, запуганные. Его заместителем не случайно назначен руководитель регионального отделения Единой России Юрий Титянников. Вы думаете, это совпадение, что единоросс приходит в администрацию города за месяц до выборов? Это только для наивных людей. Задача – выиграть выборы во что бы то ни стало. А на войне, как говорится, все средства хороши. Этим уже и начали активно пользоваться единороссы. Для того, чтобы изменить ситуацию, нужно отстранить партию, не способную организовать развитие, прогрессивное развитие области, города, обеспечить нормальные условия жизни для людей от власти. Каким образом? Прекрасная есть возможность. Это система выборов. Только надо этой возможностью пользоваться. И не верить, как говорится, той лжи, тому потоку обмана, посулов, которые идут непрерывно от власти, обещания, что вот-вот, чуть-чуть и так далее. Обманывают десятилетиями уже народ. Но сколько можно поддаваться этому обману? Но готовы ли вы терпеть очередную ложь? Мириться с произволом власти, питать иллюзии и верить пустым обещаниям? Выбор за вами. Но помните, он может сыграть и против вас. Максим Кабаненко, Григорий Бадьянов, Александр Филиппов, Обком ТВ.